МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Видеотрансляция в нашем эфире на нашем сайте хакерова.ру. У нас есть видеотрансляция в нашей группе ВКонтакте. Кроме того, запись и аудио, и видео этой программы позже вечером вы сможете посмотреть и послушать на нашем сайте хакерова.ру. Напоминаю, что к сегодняшней встрече мы собирали вопросы в соцсетях, в Фейсбук и ВКонтакте. И, кроме того, весь первый час провели тоже в приеме звонков. Вопросы, которые были заданы, часть из них адресована в блок Дмитрия Александровича, часть из них непосредственно направлена в город, и мы туда их передадим сразу же. Мы это обсуждали в первом часе. Часть из них пришла уже на прямую линию с губернатором Кировской области Игорем Васильевым, который пройдет позже, вечером, в 8 часов вечера на ГТРК «Вятка». У нас есть целый блок очень серьезных вопросов. И начать хотелось бы с того, что недавно, вот буквально совсем недавно, на сайте правительства, на сайте соцблока была опубликована новость о дополнительных выплатах врачам первичного звена. Первое. Сейчас мы подсчитали, что уже три вида дополнительных выплат у врачей есть. Первое. За своевременное выявление онкологических запалеваний у пациентов на участке. Но это еще не введено. Первое. Это будет с 1 декабря 2019 года. Второе. За снижение смертности уже с июля 2018 года эти выплаты есть от 5 до 10 тысяч. И третье, которое вот сейчас... Нет, это вводится... Давайте я поясню. Время очень мало. Действительно, мы с вами обсуждали эти вопросы, которые поступили. Они все очень важные. Поэтому я предлагаю, на что мы не успеем ответить. Я эти вопросы возьму, и мы на них ответим безусловно. Если будут контакты, тех, кто их задавал, и отнесемся к этому неформально. А у нас предложение, мы это озвучили в первом часе, ответы на эти вопросы разместить в соцсетях соцблока. Чтобы все их видели. Никаких проблем, я думаю, да. Что касается выплат. Вы знаете, у нас к любой проблеме, а проблема основная, это и задача, это снижение смертности населения Кировской области, трудоспособного населения, снижение общей смертности. Нельзя достичь только мероприятиями, там, оснащения оборудования, это очень важно. Изменение маршрутизации, это тоже очень важно. Но неотъемлемая часть создания системы, во-первых, системы контроля, как работает каждый участковый врач, участковый терапевт, педиатр, врач общей практики. И на основании этой системы создание, в общем-то, мотивации, да, стимулирующих выплат, финансовой мотивации. Надо сказать, что такая возможность, в отличие от ряда других, может быть, субъектов Российской Федерации, у нас существует благодаря развитой медицинской информационной системе. И благодаря медицинской информационной системе мы обладаем информацией на сегодняшний день поименно, с привязкой к каждому участковому врачу о смертности на его участке, ежемесячно, количество погибших, по профилям, какая терапия назначается в участке. Ну, в общем-то, много показателей, которые, в общем-то, мы... Они доступны не только нам, они доступны участковым терапевтам. Мы делаем все, чтобы они на них обращали внимание и использовали, а мы, в свою очередь, ежемесячно собираемся, ну, такие, скажем, закрытые совещания, где детально разбираем те показатели по участкам отдельно, по нашим подведомственным учреждениям, делаем ранжирование по причинам смертности, кто, в общем-то, снизил, отмечаем с лучшей стороны, анализируем тех, у кого, в общем-то, динамика отрицательная, выявляем там объективные, субъективные причины. То есть, еще раз, нам позволяет делать медицинская информационная система. Что касается техвыплат, мы сначала пошли от простого и установили простой показатель, потому что если ты их усложняешь и делаешь невозможным для того, чтобы каждый врач мог посчитать, наверное, это не работает. Один показатель. Общее снижение общей смертности. Я сейчас не буду говорить там в цифрах, но если до определенного числа эта общая смертность на участке падает, то доктор получает 5000 рублей ежемесячно при падении. Только при падении и не увеличении. Если она задерживается ниже определенного показателя на участке, то независимо от колебаний в этом диапазоне выплата составляет 10 тысяч. Это выплаты дополнительно, а не взамен существующим. У нас такая возможность есть. Это дополнительные стимулирующие выплаты в рамках положения по оплате труда. Естественно, что все эти выплаты, они относятся к определенному типу выплаты за качество выполняемых работ. Фактически это премия. К официальным языком говорить. Премия это другая выплата. Это другой вид стимулирующей выплаты. Это дополнительные выплаты. Мы пошли дальше, потому что объективно у нас есть основные причины смертности. И они во всей Российской Федерации и в Кировской области одинаковые. Это смертность от болезненной системы кровообращения и смертность от онкологических заболеваний. И здесь тоже задача была такая, чтобы сделать, скажем таки, действенные, неформальные и в то же время простые показатели, которые бы применялись при начислении той или иной выплаты. И что касается онкологии, мне кажется, здесь нам это сделать удалось. Мы взяли три основных показателя. Это выявляемость на ранних стадиях. То, что мы видим в медицинской информационной системе. Процент диспансерного наблюдения. И третий показатель. Выявляемость диспансерного наблюдения. И активное выявление. Это то, что не во время диспансеризации выявилось, а в результате того, что внимательно доктор смотрел на пациента. Они совершенно понятные, простые показатели. И мы решили, что уже в следующем месяце мы оценим, а доктора получат выплату при выполнении целевых показателей по онкологическим. Тоже не взамен. Мы не стали усложнять первый, мы ввели второй. Естественно, выполнить его будет непросто. Не все это смогут сделать. Но что касается тех первых, о которых я говорил в выплатах за общую смертность, снижение общей смертности, сначала у нас получило их около 160 за июль. А вообще сколько у нас? Вы знаете, здесь мы сделали так, что эта выплата, она 618 участков. Мы осознанно сделали так, что эта выплата мотивирует докторов, во-первых, ну скажем так, есть всегда в отношениях работника и работодателя две стороны. Поэтому мы платим ее независимо от численности населения на участке. Естественно, что доктора рано или поздно задумываются и будут стимулировать, в общем-то, работодателей участки делать какие-то ближе к нормативному. Ну а там, где участки, скажем, маленькие и не загружены, ну в общем-то, как-то равномерно эту нагрузку распределять. Они будут стимулировать работодателей привлекать на работу врачей. Здесь мы не маленькая, скажем так, сейчас проводим, ну скажем так, взаимодействуем с медицинским университетом, и ординаторов первого и второго года такая возможность появилась, мы привлекаем на работу в первичное звено в город Киров. Я могу сказать, что уже по нашим данным я сейчас... Они терапевтами идут работать, да? Не могу озвучить, не могу, да, первичное звено, не могу озвучить там общую цифру, но более 30 человек, да, это немало, потому что мы, когда начали анализировать смертность на участках, ну, простите, я буду использовать такие сухие слова, мы выявили, что, естественно, есть закономерность, где крупнее участки, там она выше, ну потому что надо... Потому что народу больше. Да, где совместительство, внешнее совместительство, внутреннее совместительство докторов, там тоже есть зависимость, что она выше, и ряд других закономерностей, и ряд других закономерностей, в общем-то, которые мы показали и показываем, и руководителям мы требуем, чтобы, в общем-то, они обращали на это внимание, и, как мне кажется, единый подход к назначению выплат за общую смертность, независимо от количества населения на участке, и здесь оно уже мотивирует, приносит свои плоды. Дальше по онкологии мы установили, и совершенно была сейчас такая же задача. Задача стоит разработать так называемые кардиологические стимулы. Тоже нужно сделать так, чтобы они были простые, и тоже дополнительно. И еще раз, я, наверное, вот достаточно много вопросов хочу сказать, что такая возможность у нас есть благодаря тому, что мы их объективно оцениваем, и уже на третье число месяца следующего за отчетом эта информация есть у меня по смертности. Я анализирую ее в целом по области, естественно, Министерство здравоохранения, я смотрю на смертность на каждом участке, и, знаете, было очень интересно наблюдать, когда я приходил в подведомственное учреждение, ну, на одно из открытий, я захожу к доктору, и я спрашиваю, а сколько у вас смертность на участке? Мне называют какую-то цифру. Я читаю фамилию на бейджи, открываю свой планшет и говорю, ну, вот вы чуть-чуть ошиблись у вас столько. Было недоумение, откуда это? Я говорю, у вас такая же информация есть. И первое время мы находили, что на некоторых участках, вот когда мы начинали, скажем, в июле, этой информацией больше пользовались, ну, скажем, даже медицинские сестры, которые сидели, участковая медицинская сестра. Ну, большинство докторов знало, но далеко не все. Сейчас, естественно, все смотрят эту информацию, анализируют, и тоже это основная цель. Дмитрий Александрович, дополнительные выплаты врачам, это денежная мотивация по совершенствованию работы. Как избежать здесь спекуляций? Не возникли здесь ситуации, когда будет просто рисовать? А мне кажется, я уже ответил на этот вопрос, это медицинская информационная система, здесь ничего невозможно прорисовать, и я даже больше вам скажу. Я вчера общался с Натальей Николаевной Стаченко, это директор Федерального фонда обязательного страхования, и рассказывал ей, что Кировская область, я полагаю, что, скажем так, одна из первых в Российской Федерации не только выгрузила реестр счетов из медицинской информационной системы, но мы еще там интерфицировали. И вся медицинская помощь теперь оплачивается так, которая, в общем-то, внесена в медицинскую информационную систему, а тут распечатывается в бумажном варианте, безусловно. У нас бумажный документ оборот, и по этому поводу мы договорились, что мы детально расскажем, как мы к этому шли, какие, в общем-то, трудности были на этапе этого. Это очень важно, приписок не должно быть. Насколько денежная стимуляция и цели правительства могут мотивировать врачей на повышение квалификации, вот самостоятельное, обращаться за стажировками, обучением, переподготовкой, как считаете? Это приветствуется вообще, когда врач просится на учебу? Я вам скажу, отвечу по-другому. Когда мы были молодыми, в общем-то, у всех докторов и выпускников вузов горели глаза. Врач – это призвание, врач – это образ жизни, и здесь не самосовершенствоваться, ну, просто невозможно. Безусловно, должно стимулировать, потому что, как вы понимаете, мы сделаем все, и это только первые шаги, для того, чтобы все стимулирующие выплаты, они были понятны, как в стационарах у нас уже это начинает работать, там, за операцию и так далее, за положительный результат, чтобы они вам было тормозвене, особенно в первичном, потому что зона первого контакта, это самое, ну, если хотите, там, такое сравнение, это передовая. Там, где не может быть ошибок, там, где должны быть работать самые компетентные, образованные, ну, скажем так, человечные, да, терпеливые, ну, много можно аппетитов доктора. Самосовершенствоваться придется, я думаю, что эта система будет стимулировать самосовершенствование, и более того, в общем, в этом будет заинтересовано еще и руководство учреждений, потому что мы оцениваем не только на участках показатели, а в целом ПЛПУ, и мы уже видим в городе Кирове лучший ЛПУ, худший ЛПУ. Ежемесячно, подчеркиваю, уже три раза мы сделали такие совещания, где, в общем-то, мы проходимся по показателям, и здесь, в общем-то, никто спорить не может. Учреждения тоже получают какие-то бонусы за то, что лучшие? Вот в целом учреждения, оно заинтересовано? Бонусы получают доктора. 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 Персонализировано. Стратегические задачи правительства по снижению смертности в ситуации с повышением пенсионного возраста нас интересует, что в планах, даже, может быть, скорее, не стратегические, а тактические. Может быть, планируется строить и реабилитационные центры, открывать социальные группы по занятию доступными видами спорта, я не знаю, развитие гериатрии. Совершенно все верно перечислили, фактически, да. Я бы сказал, что даже нечего добавить. Но, если серьезно, действительно, на фоне снижения рождаемости, а такая ситуация сейчас, к сожалению, есть в стране, и один простой пример. У нас Кировская область, на фоне того, что, может быть, мы чуть больше снизили рождаемость, чем другие субъекты Российской Федерации, но у нас одно из самых высоких в стране количество рождений на одну женщину. Да? Да. Почему? У нас мама не одного ребенка. Да. Но, вы знаете, у нас, фактически, условно, скажем, чтобы было легко запомнить, почти 1,7, а в Российской Федерации еще ниже. Простое воспроизводство, как вы понимаете, тогда, когда одна женщина рожает больше двух детей. Два и один ребенок, такое тоже сравнение с уходом, должен рождаться в семье. Поэтому, к сожалению, мы наблюдаем отрицательную, в общем-то, демографическую ситуацию. И мы делаем все для того, чтобы, скажем так, рождаемость стабилизировалась. И не решить здесь только мероприятиями экстракорпорального плодотворения, хотя мы, в общем-то, увеличили количество ЭКО. У нас их сейчас с криопереносами более 900. Там 960, по-моему, на этот год. И ограничений здесь нет. В общем-то, все, что раньше даже было платно, либо были какие-то сомнения, это в всей стране, да, абсолютно бесплатно, все мероприятия в рамках программы обязательного страхования. Но, как вы понимаете, хорошая эффективность чуть более 30%. Мы применяем, мы стимулируем рождаемость различными выплатами. Не буду подробно останавливаться. Это и федеральные выплаты на первого ребенка, да, это и средства материнского капитала, это региональное. Вот к этому и подхожу, да. Но здесь мы можем увеличить, улучшить демографическую ситуацию, увеличить продолжительность жизни, да. Продолжительность жизни в Кировской области тоже это более 72 лет, да. Это ожидаемая продолжительность жизни. Здесь мы открываем гериатрические койки. В этом году это амбулаторное звено, а в следующем году открываем гериатрические койки за счет средств областного бюджета. Это первое мероприятие. Второе очень важное мероприятие в рамках нацпроекта, там, демография. Мы должны увеличить не только среднюю продолжительность жизни, но еще среднюю продолжительность здорового образа жизни, это приверженность. Мы явно должны привлекать людей к занятиям физкультурой. Да, я избегаю слова спортом, но физкультурой и спортом. Делать его доступнее. У нас количество занимающихся должно быть значительно вырасти и приближаться более чем 50%. Я правильно понимаю, что речь идет о людях старшего возраста в том числе? В том числе, да, абсолютно. А мы сейчас конкретно о пенсионном и предпенсионном возрасте. Как это создание, ну, и спортивных площадок, и то, что мы как-то с вами обсуждали, создание групп таких здоровья в центрах социальной поддержки, в спортивных наших подведомственных учреждениях. Это пока все в планах или уже происходит? Я сейчас осознанно избегаю каких-то цифр, потому что у нас есть паспорт национального проекта, у нас есть, ну, скажем так, региональная составляющая федерального проекта. Мы рассчитали потребность в этом, сколько нам нужно средств, но, безусловно, как и все регионы, мы сможем справиться, привлекая только федеральные средства. Да, и окончательно мы скажем, когда сейчас идет формирование федерального бюджета, мы объясняем, скажем так, обосновываем нашу потребность и готовность, в общем-то, активно участвовать в эти, реализовывать эти мероприятия. Это и плоскостные сооружения, это и закрытые сооружения, это и фоки в районах, скажем, многофункциональные площадки, это, безусловно, и бассейны и так далее. Ну, в общем-то, все, что... Можем ли мы сказать, что в ближайшее время или в следующем году стартует региональная программа по открытии социальных групп, занятиям физкультуры, например, спортом, людей предпенсионного, пенсионного возраста? Я только бы сказал, это не только региональная, это стартует федеральная программа в рамках национального проекта. Мы ждем деньги. Демография, да. Мы рассчитали нашу потребность и уже готовимся к ее реализации. Говорить, что мы только ждем деньги, это неправильно. В любом случае, мы будем это реализовывать. Дальше, есть лечебная составляющая этой программы, кроме здорового образа жизни, нам нужно заниматься активней профилактикой. Нужно углубление и чаще делать диспансеризацию. У нас есть, скажем, планы о дополнительном включении, скажем, методов исследования в первый этап диспансеризации, в связи с этим, ну, изменение каких-то стандартов региональных по второму этапу диспансеризации населения в части онкологии. Я пока тоже не буду останавливаться подробнее. У нас есть планы, скажем так, и это тоже отражено в национальной проекте, увеличить количество прививок населения, скажем, вот это как раз 60 лет старше от заболеваемости пневмонии, от пневмокока. Да, и прививать вместе там с, вакцинировать от гриппа, потому что во всей стране, в общем-то, особенно в Приволжском федеральном округе в этом году есть отрицательная динамика, то есть по показателям по заболеваемости и как результат смертности этого групп риска, этого возраста от болезней органов дыхания. Да, поэтому мы пойдем по всем направлениям, и здоровый образ жизни, физкультура, и профилактические мероприятия диспансеризации, и, скажем так, будем делать там прививки, профилактика, заниматься, откроем гериатрические койки. Ну, и, безусловно, здесь говорить о том, что мы достигнем этих показателей несовершенства мероприятий в сфере здравоохранения, такие как болезни системы кровообращения. Я не могу сказать, что на сегодняшний день уже, благодаря тому, что мы активно занимаемся проблемой смертности от БСК, у нас резко увеличилось количество пациентов, прооперированных на сердце, не только доставленных на сан-авиацию, мы об этом много говорили, но мы понимаем, что эта цифра должна быть удвоена. Удвоена. Это малоинвазивная операция на сердце при инфарктах. И мы к этому готовимся, и вы знаете, мы уже сейчас на имеющихся мощностях можем осуществить сильный прирост и идем там нарастающими темпами. Мы готовимся к реализации одни из первых национального проекта здравоохранения, его составляющей, там, борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Это, безусловно, и модернизация регионального сосудистого центра, замена установка нового оборудования, изменение систем маршрутизации. Мы, кстати, ее уже поменяли. Мы теперь активно работаем на то, чтобы пациенты максимально доставлялись сюда, в город Киров. Областная больница начала, в общем-то, достаточно непростые операции, современные, такие как тромбоэкстракции, ну, удаление тромбов при ишемических инсультах. Мы в самом начале пути, и, в общем-то, будем это развивать. Поэтому здравоохранение тоже, в общем-то, будет участвовать в том, чтобы средняя продолжительная жизнь, продолжительность здоровья, активный период. Давайте приступим к ответу на вопросы, которые поступили в наших соцсетях. Напоминаю, что мы размещали анонс нашей прямой линии с Дмитрием Курдюмовым. Алексей Веселков пишет. Последствия оптимизации здравоохранения мы все ощутили на собственной шкуре. Вертолеты летают, к специалистам в поликлинике не попасть. А теперь вопрос. В опозримом будущем сможем ли простой смертный, без ведра в лирьянке, руганье в регистратуре, высиживание бесконечной очереди у терапевта, с восклицательным знаком, попасть к спецу на консультацию? Спасибо. Вы знаете, вопрос, он такой всеобъемлющий. Давайте разобьем на несколько частей. В ругань в регистратуре. В ругань в регистратуре. У нас, я хочу сказать, что в день у нас обращаются за первичной медико-санитарной помощью в поликлинике и так далее до 38 тысяч жителей Кировской области. Да, и безусловно, конфликтные ситуации возникают, и те, которые, в общем-то, здесь были у заявителя. Зачастую весь комплекс, который был высказан сейчас, негодование возникает от недовольства общения, скажем так, при первом контакте. Поэтому для нас является принципиально важным, чтобы те люди, те специалисты, с которыми сталкиваются наши пациенты в поликлиниках, они были компетентны и могли правильно отвечать на все вопросы. Они были преимущественно, безусловно, с медицинским образованием. Причем, вы знаете, это не всегда сразу медицинские регистраторы. Я могу сказать, что мое мнение достаточно твердое, которое, в общем-то, безусловно, разделяет Министерство здравоохранения. Самый компетентный человек на входе – это человек, который с опытом медицинской работы на столе справок. Потому что по тому, как организовано… Можно любую вещь организовать, но если не будут знать, как с ней работать медицинские специалисты, специалисты, ну, наверное, грош этому цена. Поэтому мы их обучаем, безусловно, обучаем бесконфликтному поведению. И они должны обладать всей полнотой информацией, как работают современные информационные технологии. Потому что, попадая в нашу поликлинику, не всегда нужно идти в регистратуру. Вот если стоит терминал, можно на диагностическое исследование, имея направление какое-то, сдача крови, кабинет до врачебного приема, попасть в миную регистратуру. Это уже снижение очередности, и здесь никаких нет проблем. Дальше я отвечаю на вопрос, чтобы сэкономить время. Простите, время очень мало. У меня был личный пример. Я максимум хочу… Как это работает? Да. Значит, личный пример мы с вами разберем. Попасть к спецу на консультацию. К спецу на консультацию. Не высижу и бесконечную среду терапевту. Здесь тоже стол справок может помочь. Я хочу сказать, что мы мониторили… Вот брали поликлинику, одну из самых известных. У нас сейчас есть такая система электронная очередь. Безусловно, есть, наверное, перегибы, но мы смотрели среднюю температуру по приему, сколько проводят в течение дня. Причем мы брали такую, скажем, обычную неделю. Сколько проводит посетитель от момента нажатия на кнопку на терминале до выхода из кабинета. До входа в кабинет это 20-40 минут. Ну да, у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше. Бывают сложные ситуации, бывают непростые клинические случаи. Поэтому говорить о том, что у кого-то из 38 тысяч в день возникает вопросов, и они не будут нам задавать неправильно. Нужно уметь на них отвечать. Что касается приема узких специалистов, еще раз повторю, у нас только что мы рассказывали о том, что самые компетентные и специалисты, обладающие, скажем, всей информацией о населении на прикрепленном участке, это врачи, назовем так, первичного звена. Хоть я не очень люблю первичного звена. Да, это участковые терапевты, это участковые педиатры, это врачи общей практики, семейные врачи. Они знают, какое население у них на участке. Они знают структуру заболеваемости. Они понимают, какими тяжелыми заболеваниями они страдают, даже с группой орфанных заболеваний. В общем-то, они своевременно проводят все мероприятия по обеспечению их медикаментами, с программой семи высокозатратных нозологий. Поэтому, подхожу к вашему вопросу. Первый человек, который должен определять, нужна или не нужна консультация узкого специалиста, это врач первичного звена. Безусловно. И с большинством заболеваний он умеет и должен успешно справляться. Узкий специалист – это, безусловно, грамотный, компетентный специалист, прошедший ординатуру. Но показания, консультацию которым и направление дает врач, специалист первичного звена. Мы должны прерваться сейчас на короткую рекламу, но я хочу спросить. У нас есть проблема с узкими специалистами? Вот проблема с терапевтами. Кстати, Александр Быкасов, наш коллега, задавал этот вопрос. Вы уже сказали, как вы сейчас движетесь в процессе ее решения. 30 человек уже в город Киров пришло, стимулирующие выплаты, перераспределение людей. 30 человек, я сказал, дополнительно, это те, кто учатся в ординатуре. Пришли у нас более 90 докторов в начале учебного года. К нам пришло более 90 специалистов, окончившие наш вуз. А еще 30 – это те, кто обучаются в ординатуре. И я могу сказать, что это количество значительно выше, благодаря тому, что такая возможность появилась в связи с изменением законодательства. Работать сразу после окончания. Есть проблемы с узкими специалистами, Дмитрий Александрович? Мы ее можем обозначить, что она есть? Светлана, ну, очевидно, она есть. А после рекламы расскажем, как вы с этим боретесь. По узким специалистам мы продолжаем. Кто смотрит нашу трансляцию в нашей группе ВКонтакте, вы знаете, что мы продолжаем обсуждение и в процессе перерывов тоже. Проблему обозначили. Есть проблемы с узкими специалистами, так же, как и с терапевтами. Если по терапевтам мы представляем, какими шагами сейчас идет Минздрав, то что по узким специалистам? Или это примерно похожая история? У нас, как и во всей Российской Федерации, безусловно, есть дефицит узких специалистов. И одно из мероприятий, опять же, это национальный проект здравоохранения, ликвидация кадрового дефицита. Мы знаем в цифрах по каждой специальности, сколько специалистов нам необходимо. Но это не значит, что вот мы сегодня здесь не готовы этих специалистов взять, принять на работу или кого-то не принимаем. Их нужно подготовить. В соответствии с новыми образовательными стандартами у нас выпускники медицинских университетов проходят аккредитацию, а после этого попадают в ординатуру. Причем в ординатуру у нас попадают далеко не все, а в соответствии с государственным заданием, которое доводит, в общем-то, Министерство здравоохранения Российской Федерации. И по прошлым годам это примерно треть. Сколько мы ожидаем прироста узких специалистов? Все остальные идут в первичное звено. План у нас есть на 2019 год по узким специалистам? Светлана, у нас есть план прироста по узким специалистам. Мы обозначаем эту проблему. Эта проблема в целом не только демографическая, это проблема и с изменениями, скажем, правил подготовки. Я не хотел бы сейчас на этом подробно останавливаться, но в связи с этим мы направили предложение Министерства здравоохранения о том, как привлекать узких специалистов в первичное звено в районной области. По нашему мнению, нужно, как вы понимаете, когда выпускник вуза поступает в ординатуру, идет бальная оценка знаний. И по нашему мнению, для того, чтобы привлекать людей работать в районной области, в общем, да, и там их впоследствии сохранять, в этой бальной оценке нужно резко увеличивать долю баллов за работу в сельской местности, в общем-то, в поселках городского типа и районах. Эту проблему, это предложение я уже направил в Министерство здравоохранения, переговорил, и в целом она была поддержана. Могу сказать, что в следующий год, по моей информации, количество мест в ординатуру, оно будет увеличено, ну, значительно в Кировской области, поэтому решаем. Да, вопрос, который пришел под видеотрансляцией в нашей группе ВКонтакте, напоминаю, идет видеотрансляция прямого эфира. Когда начнется, Виталий Рожнев пишет, когда начнется в районе Чистой пруды строительство полноценного отдельно стоящего здания поликлиники детской и взрослой? В ответе за вашей подписью, к вам, Дмитрий Александрович, обращается, написано, что в 2019 году деньги на это уже найдены, участок подготовлен, конкретные такие вопросы у Виталия. Ну, Чистые пруды очень там отличаются тем, что это, во-первых, большой, молодой и очень активный микрорайон. Могу сказать, Виталий, он, наверное, заметил, что за моей подписью также уходили письма о том, что там будут строиться школы и детские сады, это сейчас идет. Там строится, в общем-то, школа сейчас активно, там идет строительство двух детских садов, планируется в наших планах, возможно, еще строительство третьего детского сада в районе Чистых прудов. Что касается строительства париклиники, ну, я могу сказать, что когда будет построен, скажем, мост, безусловно, проблемы острота, в общем-то, и улучшение доступности медицинской помощи произойдет. Здесь для того, чтобы понимать, где строить париклинику, недостаточно только нашего желания. Да, мы сейчас должны определить, а на каком земельном участке это можно сделать. То есть идет определение земельного участка? Ну, Светлана, давайте пока, наверное, скажем и так. Мы снизили остроту по поликлиникам в Чистых прудах, мы нашли помещение, здесь мы, в общем-то, отработали, здесь мы нашли понимание, скажем так, застройщика, и эта работа происходила вместе. Мы открыли структурное подразделение детской поликлиники в Чистых прудах. Это нам помогло, в общем-то, это второе, да. Мы понимаем, что район растущий, и в дальнейшем, безусловно, будем этим заниматься. Но это вопрос не только к нам, вы знаете, когда вопрос комплексного оснащения и планирования социальной инфраструктуры в строящихся микрорайонах. Потому что, когда сталкиваешься с этой проблемой, понимаешь, что там нужно все. И детские сады, и школы, и поликлиники, да, и все это требует свободных земельных участков. Еще раз повторю, что сейчас строятся детские сады, школы. Отдельно стоящая поликлиника в 2019 году появится или нет? Нет. Дмитрий Александрович. Другие инструменты пока используются. Но вопрос конкретно ответил. Я конкретно отвечаю, что сейчас вся медицинская помощь оказывается в полном объеме населению. Понимаем, что этот микрорайон будет расти, и потребуется расширение медицинских учреждений, оказывающих первичную медико-санитарную помощь. Но сейчас я не готов ответить, на каком земельном участке это произойдет. Сейчас мы это делаем в построенных домах на первых этажах. Алифтина Анатольевна Бояринцева, телефон у нас есть, пишет. Вопрос касается реабилитационных курсов для людей, у которых была операция на суставах. Самой делали ей операцию на тазобедренном суставе в Нижнем Новгороде, туда же ездила в реабилитационный центр платно. Теперь такой возможности нет. Есть ли она у нас или будет ли она в Кирове? Ну, знаете, надо было начать с того, что нужно было делать операцию у нас. Вот у нас есть отделение ранней, после операционной реабилитации, у нас есть после отделения реабилитационные на базе Слободской центральной больницы в Ахрушах. У нас есть другие условия. Возможно, просто речь идет о достаточно отдаленном периоде времени. Вот не знаю, нужно выяснять. Вы знаете, каждая ситуация лечения пациента, она уникальна. И требует и так вот отвечать сходу, что показано этому пациенту, я бы не стал. Что вот так сделать сейчас нужно? Реабилитационные лечения. Обратиться на консультацию, как минимум, к нашим специалистам, которые дадут ей рекомендацию, если надо, в общем-то. В Центр травматологии ортопедии и нейрохирургии. Куда приезжают, куда приезжают, кстати, из Нижнего Новгорода пациенты. Их более 500 человек в месяц. Давайте уточним сразу, что в Центр травматологии можно прийти напрямую. Для этого не нужно сначала идти к терапевту, направление получать. Я правильно понимаю? Или все-таки надо сходить к своему доктору? Анна, правила для всех одинаковые. А все-таки надо идти? Всех терапевтик. Если травмы нет, то к вам нельзя напрямую. Анна, вот я бы сарказм убрал, потому что, вы знаете, когда вот такой сарказм рождает вопросы. Поэтому не сомневайтесь, система работает одинаково. Она выстроена. Поэтому оказание помощи пациентам с заболеванием опорного аппарата и определение необходимости консультации узких специалистов. Может быть, терапевт может направить куда-нибудь сразу сам, миную узкого специалистов. В общем-то, происходит именно так, как я вам об этом уже рассказывал. И здесь все очень просто работает. А в Центре травматологии, в нейрохирургии и ортопедии города Кирово точно есть реабилитационное отделение? Вы знаете, да. Да, вы знаете, прием идет даже по выходным, насколько я знаю. Поэтому никаких сложностей здесь нет. Вопросы по поводу обеспеченности школ медицинскими сотрудниками и медкабинетами. В частности, пишут, что во втором корпусе КЭПЛа на свободе нет медкабинета и медицинского сотрудника. А если с ребенком что-то случится, кто будет оказывать первую помощь? Детская поликлиника, рядом находящаяся. Ну, вы знаете, безусловно, мы сейчас, вот буквально на днях, я получил сводную информацию, и мы запланировали, скажем, такое совещание. Здесь проблема, скажем, она комплексная. У нас школы, вот вы озвучили государственные, у нас есть и муниципальные школы, где кабинеты, они либо лицензировались сами вообще образовательными учреждениями, либо кто-то лицензировал кабинеты из медицинских организаций. Поэтому мы сейчас эту информацию систематизируем. Ну и, конечно, не ссылаясь на кадровый дефицит, вот эта помощь первичная медико-санитарная в школах, в образовательных организациях должна быть, в общем-то, здесь нет никакого сомнения. Где такая возможность сейчас отсутствует, мы понимаем и отрабатываем сейчас с руководителями, каким образом должна, в общем-то, эта работа проводиться, и откуда сотрудники должны привлекаться в кратчайшее время, чтобы дети получали всю необходимую помощь. Остается две минуты за завершение нашей программы. Напоминаю, нашей группе ВКонтакте есть видеотрансляции, и все вопросы, которые вы прислали, а мы не успели озвучить, Дмитрий Александрович сказал уже в самом начале программы, что он заберет, и открыто в соцсетях соцблог ответит на все вопросы конкретно, чтобы мы могли видеть. У нас предстоит урбанистический форум на следующей неделе, 23-24 числа, и есть несколько вопросов, которые к вам направлены, Дмитрий Александрович, которые касаются в том числе и благоустройства, и внешнего вида. Анатолий Курбатов спрашивает, известный активист в городе, кто выбирает цвета для новых поликлиник? Есть более резкие оценки выбора цветов в поликлиниках? Ответьте, пожалуйста. Вы знаете, я отвечу не только Анатолию, а у нас есть общий брендбок взрослых поликлиник и детских поликлиник, и они одинаковые. И это вопрос вкуса. Вы знаете, если приходят домой гости, скажем так, 10 человек, половина скажет, что он бы сделал лучше, либо по-другому. Естественно, что привлекались и привлекаются к этой работе нашими подведомственными учреждениями не только системы здравоохранения, но и образования дизайнеры. И всегда это, в общем-то, достаточно непростая работа, и идет оценка, скажем, общественного мнения, и сами сотрудники организации оценивают. Поэтому я считаю, что если есть какие-то предложения, то пусть Анатолий направит. Куда? Он дизайнер? Нет, он не дизайнер, но если у него есть, куда он может отправить? Кто работает с брендбуком наших поликлиник и больниц? То есть, если есть эти предложения, замечания, куда люди могут отправить? Профильное министерство, учредители, пожалуйста, направляйте. Министерство здравоохранения, министерство образования. Но мне, допустим, нравится. Мне нравится, как выглядят наши детские поликлиники. Но тут, я так понимаю, у Анатолия был вопрос не столько про детские поликлиники. Да, Дарья Орлова уточняет по входной группе Кировской областной больницы и по цвету, я так понимаю, решение фасада и забора. Мне нравится входная группа областной больницы. Я не знаю, большинство пациентов, которые приходят в областную больницу, положительно высказываются о том наборе цветов, которые были использованы. А если это Дарья Орлова, я правильно услышал? Совершенно верно, да. Да, ну Дарья Орлова, она, в общем-то, всегда, значит, имеет свое мнение, это очень ценно. Она очень, там, грамотный специалист, журналист. Ну, вот сегодняшний, я почитал интересное название, что одна из больниц Кировской области районных накопила огромные долги перед, и не может рассчитаться по 227, значит, контрактам. Ну, вы знаете, это как название одно, а суть другая, и это в топе Яндекс.Новостей. А по факту у нас ничего в помине подобного нет, и по моей информации, там, полгода, и полгода назад, в общем-то, там, ситуация была несколько отличная. Поэтому всегда будут люди, которые, в общем-то, имеют свое отличное мнение, это здорово. Дмитрий Александрович. Мы всегда будем отвечать на эти вопросы. Могу сказать, что внешний облик областной больницы, ну, там, у каждого корпуса он свой. Он выбирается не только от набора цветов, да, но и выбираются самые эффективные с точки зрения экономической составляющей, ну, скажем так, решения по устройству этого фасада. Потому что есть материалы дорогие, есть материалы дешевые, есть материалы, которые могут использоваться, и работы по целевому назначению имеющих средств. Нет, это, знаете, такое комплексное решение, которое под собой не имеет только, скажем, одно – выбранный цвет. Давайте мы сделаем следующим образом. Мы сейчас предоставим возможность прочитать новости. У нас есть буквально пару вопросов, которые мы доснимем, вот, оставим прямую трансляцию ВКонтакте. Мы можем это сделать? Ну, я могу остаться. Два вопроса Дмитрию Александровичу задам. И вы в группе ВКонтакте не переключайтесь, сможете услышать и увидеть. Ну, и, собственно говоря, на сайте Хакирова вечером аудиозапись и видеозапись будет. Дмитрий Александрович, на пять минут еще задержимся. Дмитрий Александрович, на пять минут еще раз.